Начинает свою онлайн-экскурсию реставратор Владимир Бикетов с рассказа о скульптуре учительницы и ученика. Она на центральном месте в парке, а попала сюда из Салды. Раньше она стояла там на территории предприятия и неплохо сохранилась. Разрушены были, говорит мастер, лишь тонкие части скульптуры. На языке обывателя – пальцы и носы. А многочисленные слои краски хоть и исказили черты героев, зато защитили от влаги и ветра. Восстанавливал скульптуру Владимир Бикетов в 2019 году больше двух месяцев. У Владимира Ильича Ленина есть определенная портретная особенность, анатомическая особенность. У него лицо несимметрично, ну как у всех практически людей. В частности, у него правая бровь немного задрана выше левой. Тут в портрете учителя тоже правая бровь, она задрана. То есть такая бровь Ильича, как 25-й кадр работает. То есть некое портретное сходство, непрямое, но такое намек на то, что она учитель, она мудрая, она великая. Виртуально прогулялись тегельчане по парку вместе с Владимиром Бикетовым и дальше. Он рассказал, что одни статуи были найдены в пионерских лагерях, другие – на территории гормолзавода у станции юных туристов. Пока в парке девять композиций, но в мастерской реставрации находится еще одна статуя. Возможно, вскоре она займет место на пустом постаменте. Работа по поиску экспонатов продолжается и сейчас. Составляется некая карта оставшихся скульптур и прорабатывается возможность взаимодействия с владельцами скульптуры. То есть сейчас отработана технология создания копий скульптур, то есть из частных коллекций. Если мы привлекаем свою коллекцию в какую-то скульптуру, мы можем договориться таким образом, что мы владельцу предоставим копию, а оригинал останется. Сегодняшняя экскурсия не последняя. В Музее изобразительных искусств готовятся виртуально рассказывать и дальше об экспонатах. Мы чаще всего выбираем либо какой-то определенный предмет, экспонат, о нем рассказываем. Так вот будет рассказ о произведении Алексеева-Свинкина из нашей коллекции. Также к Дню детей у нас готовятся и экскурсии по другим скульптурам, потому что мы знаем, что даже вокруг музеев есть несколько таких вот объектов. Ко Дню защиты детей в музее планируют подготовить еще и серию виртуальных мастер-классов.